Михаил Ходорковский и Гарри Каспаров выпустили в журнале Foreign Affairs совместную статью «Don't fear Putin's demise», вышла под русским переводом «Не бойтесь смерти Путина». Статья предсказуемо разозлила кремлевскую пропаганду, но вызвала и самую разнообразную критику в оппозиционной среде. Александр Морозов. В Foreign Affairs Каспаров и Ходорковский опубликовали статью. Ее главная тема – дайте Украине наступательное вооружение для того, чтобы обрушить путинизм быстро. Потому что долгая война позволит Путину, потерпев поражение, уползти в берлогу, зализывать раны. Поражение должно не оставлять возможности сохраниться и Путину, и самой системе власти, которая при нем сформировалась. Вадим Зайдман. При всех правильных предложенных авторами деталях об устройстве постпутинской России – демилитаризация, распуск карательных органов полицейского государства, люстрация, освобождение политзаключенных, возвращение реальных выборов, свободы слова. В условиях не уничтоженной имперской матрицы все это рано или поздно вновь вернется на круги своя. К милитаризации, полицейскому государству, политзаключенным, отмене выборов, цензуре и так далее. Вадим Гончаров. Хорошая конструктивная программа, чё? Но есть два нюансика. Во-первых, любопытно, они уже сформировали в своем Цюрихе отборные бригады, способные принудить несознательных россиян демилитаризоваться, люстрироваться и самораспуститься. Нет? А кто будет выступать в качестве силовой опоры прогрессивного режима? Опять латышские стрелки? Во-вторых, а два года им точно хватит? Может быть, для коренного преобразования народного самосознания потребуется 40 лет, как Моисею, или 70 лет, как коммунистам? Модест Колеров. Они уже разделись, чтобы стать хозяевами будущего женского тела. Но у Ходорковского и Каспарова нет народа, нет страны, нет достаточного числа поклонников, а есть только деньги. Удивительно глупые, богатые люди. Роман Попков. Вы, Михаил Борисович и Гарри Кимович, в эту великую эпоху могли бы стать отцами-основателями новой страны. Но для этого нужно быть полководцами, а не политиканами. Нужно сидеть под бомбами, ехать на бронетранспортерах. В штабной палатке вглядываться в военные карты. Вы реально рассчитываете после победы, оплаченной американским оружием и украинской кровью, а также кровью русских подпольщиков и добровольцев, прилететь на белом Боинге в Шереметьево и иметь право вершить судьбу страны? Да, отличный план. Вадим Вастров. Как проверить прогностические способности этих людей? Оглянуться в прошлое. В 1993 году все эти люди так или иначе поддержали или оправдали расстрел Белого дома. Но ради светлого, демократичного будущего можно. И даже полезно. Десятки миллионов россиян против, но они не понимают своего будущего счастья, красно-коричневые. Не будем обращать на них внимания. Теперь вот новое предложение от архитекторов сегодняшнего режима на тему, как все быстро закончить. Не обращать внимания на жителей Крыма и 100 миллионов россиян. Ничего не поняли, ничему не научились, ни в чем не раскаялись. Полную версию подкаста «Цитаты свободы» слушайте на нашем канале. Ставьте лайк и подписывайтесь.